Девушки отдыхают Человек средних лет, с сонными глазами, в разведке не бреется, предпочитает быть от начальства подальше, потому и застрял в лейтенантах. Не дурак, но он в меру. О стабилизаторе и того меньшее. Трехметровый корабельный робот. Не дурен собой, но дурак отменный. Когда Беломор спит, стабилизатор стоит на собачьей вахте, держится за штурвал, разглядывает компас и приборы. С другого конца полевого скопления к планетке подкрадывается нежелательная персона, звездолет неземной цивилизации. Он патрулирует галактические окрестносты и при случае не прочь застолбить подходящую планетку. В капитанской рубке расположился капитан Квазирикс. Суперкварк и земной разведчик приближаются к планетке и замечают друг друга. Возникает юридический казус. Чья планета? У них ходят люди противозвездной артиллерии, шепчет стабилизатор. Сам вижу, отвечает Беломор. В местной системе галактик мир с недавних пор. Навоевали? Здорово. Созвездия в развале нашли. А сейчас мир худой, правда. Любой инцидент чреват. Гигантский суперкварк и двухместный кораблик сближаются. Вас тут не было, когда мы подошли, квак. Мы подошли, когда вас не было, блин. Беломор предлагает пришельцам отчалить по добру, по здорову. Это он хамит для поднятия авторитета. Послушайте, как вас там ща 2047, вежливо отвечает контр-адмирал Квазирикс. На службе я тоже агрессивен, хотя по натуре пацифист, квак. Такое мое внутреннее противоречие. Мой адъютант советует решить наш вопрос одним выстрелом. Но если после этого начнется новая галактическая война, я не выдержу груза моральной ответственности. Давайте решать мирно. Лейтенант Беломор соглашается решать мирно. Но предварительно высказывает особое мнение о том, что с противозвездными орудиями и он не прочь вести мирные переговоры. Тут же вырабатывается статус переговоров. Мы должны исходить из принципа равноправия сторон, блин, разглагольствует Беломор. Хоть у вас тут и супер-кварк, а у меня почти почтовая колымага, но внешние атрибуты не должны влиять на результаты переговоров. Со своей стороны, с супер-кварка вносят предложение о регламенте переговорного процесса. Контр-адмирал настаивает не ограничивать переговоры во времени и вести их до упаду. Пока не будет вырабатывано решение, удовлетворяющее обе стороны. Судьба планеты должна быть решена.